Всем приветик! Это Владин Влог! Здравствуйте, мои дорогие! Я надеюсь, что вы также сильно соскучились по мне, как я по вам, потому что давненько мы не виделись, было очень много дел, заданий, и также ситуации разные происходят, и поэтому хочется немножко отдохнуть. Вот такие дела. Мы с Гулей сегодня гуляем, впервые за две недели. Вот, гуляем, и пришли вот такой, отсвечивает прекрасный, в общем, парк. Тут тишина, спокойствие. Гуля. Подожди, тебя не видно, по-моему. Тебе видно? О, у тебя видно. В общем, из новостей. Мы встретились. Здравствуйте. Я, ну, в принципе, ничего сложного, ничего нового, потому что практика, выходные с родителями. Единственное, что я успеваю, это начала заниматься спортом, наконец-таки, и прочитала парочку книг. Я надеюсь, что кому-то будет интересно, потому что прочитала я от Рея Брэдбери «Лето, прощай». Мне не понравилась эта книга, я ее не советую. Я вот где-то вставлю картинку книжки. Мне не понравилось. Какая-то она на грани фантастики. Я такой не очень люблю, и, в принципе, она очень страшная была, как бы. Может я, потому что я быстро ее читала, и я как-то не усвоила вот это вот все заключающиеся между собой связи. Но мне не понравилось. Дурацкая вообще книжка, какая-то странная. Концовка меня вообще убила, я не поняла концовку. Нет, я ее поняла, но она была очень дурацкая, какая-то не к месту, учитывая все, что было написано в книжке до этого. Вот. Потом... Я, по-моему, рассказывала про Маленького Принца, вот эту голубую. Мне рассказывала. Короче... Если кто не знал, у Маленького Принца есть продолжение. Это планета людей. Я, как человек, не знающий об этом, купил себе сначала... Гуля, точнее, мне подарила Маленького Принца. Потом я себе отдельно купила, тоже... Я так обрадовалась, когда я нашла Планету людей-экзуперей, я думаю, господи, это классный писатель, я... Еще одна книжка мне нужна. А потом я купила себе Маленького Принца еще раз, но я говорила, что она толще. Я думаю, в чем подвох? Начала читать опять Маленького Принца, дохожу до Планеты людей, думаю, странно, вторая часть, типа, ну, что-то знакомое. Начинаю читать. У меня есть такая книжка. И, короче, кто не знал, Планета людей — это продолжение Маленького Принца. Вот. А сейчас я, на данный момент, я читаю Алые Баруса. Я не помню писателя. Мне пока что нравится. То есть прикольно написано, интересно, в общем. Там слова такие, знаете, заумные. Я иногда некоторые читаю по нескольку раз, но ничего. Очень интересно для словарного запаса. Мне кажется, это очень классная книжка и, в принципе, очень интересно написано. Вот. Это из книжного. Я библиотекарь. Здравствуйте. А вот. А из фильмов я посмотрела... Как я сегодня сказала? Что-то... Дораму какую-то. А, Дораму. А, да. Это я помню. Короче, посмотрела Дораму. Дьявольский судья. Нормальная. Я не очень поняла концовку, в принципе. Что-то с концовками мне не очень везёт. Они какие-то странные лично для меня. Как-то не... Не связываются, что ли, между... Между тем... Между концовкой, между тем, что было до этого снято или написано. И, в принципе... Но главный герой там, конечно, хорошенький. Хорош. А ещё... А, нет, не Кот да Винчи. А как называлось, блин? Короче, фильм. Я вставлю... Нет, не помню. Я вставлю фотографию также. Вот. Посмотрела этот фильм. Мне понравился. Единственный фильм, который я посмотрела за последнее время, и он мне понравился. Правда. Вот. Интересный. Такое на вечер, то, что надо. В общем, дорогие друзья. Мы с Гулей были в Корее. Какой? Корейский, в общем, магазинчик. Прекрасный. Я давно очень хотела туда сходить. И Гуля, представляете, Гулечка нашла. Вот. И мы сходили, купили всякие вот такие вот штукенции. Гуля говорит, что это её устрашает. Да? Очень. Вот. Но, не знаю. Но это кислое, я знаю. Я специально взяла. Ну, что бы нет. Почему бы нет, точнее. Вот. Такие вот дела. Сейчас будем пробовать снимать. Это обязательно видео будет на канале. Я надеюсь, что вам зайдёт такой вот формат. И это будет отдельная рубка, когда на моём канале. И если вам понравится, ставьте, пожалуйста, лайки. Ну всё, дорогие друзья. Мы уже отсняли прекрасное видео. Я очень надеюсь, что вам правда понравится. Вот какой беспорядок у нас остался после видео. Не буду ничего говорить. Но было кое-что вкусное, кое-что не очень вкусное. Это, мне кажется, по вкусу улетело. Вкус у всех разный. Поэтому кому-то может понравиться, кому-то нет. Как бы... Посмотрите, увидите, поставите свои комментарии. Да, мне будет очень приятно. Может кто-то что-то пробовал. А, ну да, может быть. Может кто-то попробует и тоже ему понравится. Вдруг. Вдруг вы найдёте лучшую конфету в своей жизни, например. Кто вас знает. Что у тебя нового? Расскажи людям, тебя давно не было. У меня всё стабильно. Всё плохо. Всё плохо. Вон. Мы, в общем, сидим. Сейчас я немножко опущу. Мы, в общем, сидим, ждём Амалю. Мы сидим в беседке. Прекрасная беседка, кстати. Да, мы будем. Её постеклить. Остановить батарею. Жить можно. Мы сидим, ждём Амалю. Сейчас она придёт. Купит нам чай. Да. Надо бы там даже не встать. Да. Всё нормально. Пока мы живы-здоровы. Всё. Главное не болеть. Это самое. Может тебе помощь? Нет, я хочу. А, сахара нет, дорогие друзья. Ой, моя любимая села, ребята. Рубрика «Нет сахара» скупают бабушки и дедушки, у которых сахар, наверное, на уровне плюс 100. Диабетики. Так если у них сейчас сахар ценится как золото, так может... Будут грабить бабушек и дедушек? Их раз сахар. Да. Трэш. Короче, есть люди, которые, вот, допустим, завезли в магазин сахар. Я не знаю, они как будто караулин. Скупают весь сахар и перепродают его по 200 рублей. Прикинь. А обычно сколько стоят? Рублей, наверное, 50-60. Я посмотрю. Много. Вообще, цены подорожали сейчас кошмарно. Цены подорожали? А что, нет? Ой. Цены... Да. Выросли, ладно. Ты что я хотела написать? Сахар. Все подорожало, но, я думаю, надо просто перетерпеть этот маленький моментик. И... Ни хрена себе, я извиняюсь, конечно, посмотри. Один килограмм. А, пятерочка там выручает. Пятерочка, походу, не выручает. Даже на Валбересе продают сахар, прикиньте. Я же говорю, сахар сейчас как золото. Правда, чего так все переполошились? Ладно, я понимаю, те, которые, может, пекут. Окей. Или дома пекут, либо вот разные эти пекарни. Ладно, я понимаю. Но люди в основном, типа, вот мы, наша семья, мы сахар употребляем, если только вот что-то печь, что-то готовить. Да, только согласно. То есть сахар, типа, в чистом таком виде мы не употребляем. Типа, чай мы пьем без сахара. Все абсолютно, и как бы это уже нормально для нас. Блинчики, вот если булочки разные, пироги, да. А так, чтобы... Для нас это большой проблемой нет. Правда, сейчас мама вот у меня переживает, что сейчас же будет Пасха. Через месяц, по-моему. Вот, и мама говорит, Влада, а как же мы будем пить куличи? Говорю, мамочка, успокойтесь, все будет хорошо. Все появится, не переживай. А если даже нет, то я не вижу ничего в этом такого страшного, но не будем опять в этом году. Да, до какой-то бабушки. Купим пасхетку. Через черный вход купим. Вот, смотри, 900 грамм сахара 97 рублей. Сбермаркет, ребята. Сейчас продается? Вот. Продается сахар, девочки и мальчики. Просто в магазинах его не завозят, потому что сейчас будет повышение цен, скорее всего. Да, ну уже такое повышение цен, ё-моё. Страшно, но я думаю, это привычно будет. Блин, цены всегда, они росли. У нас нет никакого, знаешь, такого. Мы не бизнесмены. Да. Типа, не думаю, что как-то это почувствуем. Ну, да. Блин, цены всегда, они были в шатком каком-то состоянии. Просто сейчас все почему-то, может, они реально... Просто я не смотрю на цены, когда я иду в магазин. Вот извините меня за это. Я... Извините, карточка будет. Я правда не смотрю. Я беру то, что я хочу. Как бы у меня нет таких больших хотелок, чтобы в итоге на кассе я такая... Нет. То есть там всё в пределах нормы. И как бы... Я не смотрю. Ну, мне кажется, цены всегда то повышались, то вряд ли, конечно, понижались. Да, это стабильное состояние для России. Просто сейчас в этот момент почему-то все зациклились на этом моменте. Это, знаешь, когда началась первая волна коронавируса? Гречка! Да. Просто стенды с гречкой, с всякой крупой за секунду доскупали. Макароны тоже, помню, мама с папой ходили в магазин. Он такая, Владу, макароны нет, пустые полки, Влада! У нас дома, ну, типа, в запасе всегда рис. Ну, и такой прям стабильный продукт — это рис. Рис вообще не знаю. Я люблю рис. Знаешь, всё? Чё? Я его варю просто. То есть без соли, вообще без ничего. Просто варю рис. И вчера вот я себе сварила и сделала салатики из оккурца и помидорки. И со сметаной. Всё. Просто я не пробовала настоящий заварянский плов. Вот там, конечно. Я вчера приготовила... Ой, не вчера, а в пятницу приготовила плов. Он, правда, мне немножко и слишком много воды добавил. Он, ну, разварился немножко. Что, у тебя рис разварился, что ли? Разварился, да. Он стал таким... Глибким? Да. Вот, да. Я не люблю такой рис. Я не специально. Что? Я расстроилась, но не люблю. А мне, наоборот, как-то нравится. Ну, короче, вот. Я его разварила, этот плов. И я расстроилась. Но папа приехал. Он такой, Влада, вкусно почти. Как у мамы, Влад. Чё ты расстроишь? Я говорю, папа, он, типа, разварился. Он, ну, сень, никакой. Папа говорит, Влада, он очень вкусный. Отстань от меня. Я ещё шарлотку приготовила. Вы не представляете, она получилась просто бомбезно. Мама говорит, Влад, ты сняла рецепт? Я говорю, нет. Он говорит, ты такую красоту у меня засняла? Я говорю, нет. Не знаю, что-то у меня не было настроения. Я прям в этот день, у меня прям было настроение готовить. И готовить много. Я много приготовила всяких разных десертов. Болют. Всё, я наконец-то дома. Уже вечер. Мы безумно замёрзли в этой беседке. Вроде на улице тепло. Но мне кажется, за счёт того факта, что мы сидели очень долго и снимали, мы прям очень замёрзли. Потом пришла Амалия. Принесла нам горячий шоколад. Но это не очень спасло ситуацию. Мы ещё немножко с девчонками посидели, поболтали. И я потом поехала домой, потому что у меня сегодня английский. Вот. И мне надо там домашку сделать. Ну и в принципе, вот. Я пришла сейчас домой, у меня есть время перекусить. И я сейчас буду пить чай, знаете, с чем? Вы никогда не угадайте. Гульчика моя прекрасная принесла мне потрясающие просто сладости. Это я уже пробовала, она мне приносила. Это просто что-то с чем-то. Это невероятно вкусно. Это, знаете, handmade. Это очень вкусно. Сейчас я вам покажу. Вот, в общем, это пахлова, по-моему. Вот эти я не помню, как называются, но они очень красивые. Посмотрите на них. Я считаю, это произведение искусства. И вот такая вот. Я тоже не помню, как она называется. Но Гуль сказала, что это типа как... Там очень много слоёв, как слоёное тесто. Что-то типа этого. Я это уже поела сегодня. Это безумно вкусно. Это так нежно, правда. Вот я себе сделала чаёчек. И сейчас буду кушать вот эту вот прелесть. Начну, конечно, с этого года. Ну, а с вами я, наверное, попрощаюсь, дорогие друзья. Потому что уже вечер. Вряд ли я буду что-то ещё снимать. Так что... Всем до скорого. Завтра выйдет влог... А, нет, не влог, а видео. То, что мы пробовали сегодня. Так что заходите, смотрите. Мне будет очень приятно. Комментируйте. Мне бы очень хотелось, чтобы эта рубрика вам зашла. Именно от моего лица. И как бы, чтобы она стала на моём канале таким постоянным чем-то. Adios, amigos. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok